Новый зал, новый формат. Чемпионат Ульяновска по мини-футболу среди команд Суперлиги переехал из гостеприимного фока Улгу в ближнем Засияжье на нижнюю террасу, не менее гостеприимный и более современный фок-фаворит. При этом время поединков теперь исчисляют двумя таймами по 20 минут чистого времени, а не по 25 минут грязного, как было ранее много-много лет подряд. В мини-футбол играют чистое время, в мини-футбол играют на паркете. Вот эти условия мы постарались соблюсти и благодаря управлению физической культурой спорта, администрации города и эпоху-фаворит мы попытаемся в этом году познакомить ульяновцев с настоящим мини-футболом. Открывать очередной чемпионат Суперлиги выпало одному из фаворитов предстоящего сезона клуба ПСК и дебютанту высшего общества в команде «Илина». С одной стороны коллектив уже поигравший на сроссийской арене, с другой – амбициозные новички, желающие дать бой тем, кто намерен записать на свой счет первые три очка. ПСК – он в желтой форме золотого отлива. Начал, как и подобает команде, с опытом и чемпионскими планами. Атака за атакой, удар за ударом. Голкипер «Илины» Андрей Дубинин только успевал головой крутить и не переставая подсказывал своим партнерам. В отличие от многих, у него уже есть небольшой опыт игры в Суперлиге. Другая площадка, другие скорости, чистое время опять же тоже, и физика другая, и первый матч все равно дает о себе все знать. И скорости совсем другие, команды потянулись. Но опыт опытом, а класс классом. На шестой минуте ПСК ожидаемо открыл счет. Это Андрей Кузенцов зрячо пробил точно в верхний угол. Для пущей красоты момента мяч издевательски коснулся штанги и лишь затем отскочил за линию ворот. Есть первый гол нового сезона. Чувство радости забил, повели в счете 1-0. По игре надо было это первым забивать, ну как, оправдывать роль лидеров. Вскоре ПСК удвоил свое преимущество. Это Ромал Набиев не без помощи рикошета во второй раз заставил капитулировать Дубинина. Уже после гола Страшмарот посетовал на скользкие полы, но это не повод отбирать у Набиева лавры бомбардира. При этом нападающий Элины Владимир Осипов на сцепление кроссовок с паркетом никакого внимания не обращал, а просто взял и забил гол, который наверняка станет украшением всего первого тура. ПСК почти сразу ответил не так эффектно, но эффективно, заставив Алмаза Мустафина срезать мяч в свои ворота. 3-1 в пользу ПСК после первой половины. Давайте добавим вот это вот маленькое забегание. Да, энергозатрат, но надо, надо. 3-1 это не счет. Слова играющего тренера Андрея Чертова словно пустой звук для партнеров. ПСК после перерыва не изменился ни на йоту. Долго держал мяч, создавал моменты, но вся реализация осталась в первом тайме. А Элина долго терпела и ждала своего часа. Вернее, своей шикарной восьмиминутки. За это время матч перевернулся с ног на голову. Владислав Юманов, Руслан Сабиров и Владимир Осипов не только сравняли счет, но и вывели свою команду вперед. 4-3. Для ПСК запахло жареным. И первая сенсация чемпионата почти стала реальностью. Каждый момент вы должны свой доработать. Нету такого, что мне что-то хуешь, или я дышу на моральных ребят. Но дебютант не удержал преимущества. ПСК заменил вратаря пятым полевым игроком и разыграл доверного. Роман Абиев вовремя открылся во вратарской и спокойно переправил мяч ворота. Ничья 4-4, которую мало кто прогнозировал до стартового свиста. Ну, я думаю, недонастрой, скорее всего. Так получилось, что у нас потери игроков ключевых. Максима Соболя не было, Рената Саддинова не было. Отсутствие тренера, наверное, тоже сказалось. Недонастроил, наверное, нас. И, наверное, первый матч с утреца, мне кажется, поэтому адаптация, импровизация, наверное, поэтому слабенькая. Так получилось, и вот результат таков. Сыграли ничью. То, что не удалось и линии, сотворил другой дебютант в Суперлиге. Клуб «Маймедиа» взял и обыграл серебряного призера минувшего сезона команду «Кристалл». 2-1. Дублем в составе победителей отметился Константин Клементьев. Такой же упорной получилась встреча у МЗ и смены. 2-1 в пользу заводчан. Здесь победный гол на счету Дмитрия Романова. А вот еще два фаворита сезона «Погода в доме МЧС» и «Платон» свои матчи выиграли очень уверенно. У действующих чемпионов самым забивающим в матче против «Промресурса» оказался Виктор Злыдарев, на счету которого 5 мячей. А у «Платона» Ильдар Латыпов, автор хит-трика «Ворота Валенте». Второй тур состоится ровно через неделю, 2 ноября. Так же «Фоке» фаворит. Его главный матч будет пятым в череде игр. Действующий чемпион «Погода в доме МЧС» встретится с серебряным призером «Кристаллом». Команды стартовали диаметрально противоположно. МЧС с победы, Кристалл с поражения. Чья серия продлится, покажет очный бой.